Всем привет! Это опять самые интересные новости технологий за последнюю неделю. Сегодня в выпуске. В мессенджеры теперь только по паспорту. Google прогнулся, смартфоны линейки Redmi Note 11, самая быстрая DDR5 память в мире, BP на 1600 Вт, как убрать челку на макбуке и много других интересных новостей. Стали известны цены на новые процессоры Intel. Так, Core i9-12900K будет стоить 670 баксов, а Core i7-12700K 470 баксов. Это у ритейлеров США, то есть это уже реальные цены в магазине. Также стали доступны точные технические характеристики. Сейчас вы видите их на своем экране. Еще мы косвенно узнали цены на видеокарты Intel Arc. Конечно, в наше время реальные цены могут быть совсем другие. Итак, Intel Arc Premium будет стоить около 800 баксов, а Arc Performance 650. Цены просчитаны из запущенного Intel конкурса, на котором будут дарить подарки за покупку игры от Intel. Исходя из стоимости подарков, была рассчитана стоимость видеокарт. Arc Premium получит 4096 ядер и до 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, что по производительности может быть сопоставимо с GeForce RTX 3080. Губу, конечно, раскатывать не стоит. Реальной производительности и цены еще пока нет. Поэтому ждем, надеемся и верим. Gskill представила самую быструю DDR5 память в мире с частотой 6800 МГц. Это в полтора раза быстрее, чем любая существующая самая быстрая DDR4 память. Тайминги 38383876. Работать она пока будет только с процессором Intel Core 12-го поколения, о котором я рассказал чуть ранее. Ну а в США разработали забор-ветрогенератор. В одной панели есть множество маленьких генераторов, которые могут вырабатывать электричество даже при слабом ветре. Кроме того, такими панелями можно сделать изгородь, а проезжающие по дороге машины будут создавать ветер для генерации энергии, даже когда ветра нет. А еще эти панели могут снижать шум от дороги. Вообще уже можно устанавливать в любом месте. В теории панель 7,5 на 2,5 метра может вырабатывать 10 тысяч киловатт энергии в год. Мне эта идея прям зашла. Интересное решение. Ну и не прошло и 20 лет, как Asus на новых материнках придумала кнопку снятия видеокарты. Система называется Asus PCIe Slot Q Release и позволяет нажатием на кнопку в удобном месте извлечь видеокарту из слота очень просто. Материнка сама выдвинет карт. Пока эту супер-пупер ноу-хау будет работать только на материнских платах Asus ROS Maximum, Z690 и ROG Strix. А еще Asus показала блоки питания Asus ROG TOR. И как я был прав, что теперь нам понадобится BP на 1,6 киловатта. Новые блоки питания это максимум инженерной мысли для домашнего ПК. Мощность новинок достигает 1,6 киловатта. Есть сертификация 80 плюс Titanium. При нагрузках до 50% BP работает бесшумно на пассивном охлаждении. Во время нагрузки более 50% активируются 135-миллиметровые вентиляторы новейшей конструкции Axial Tech с минимальным уровнем шума. Вот такие вот BP, которым нужна электростанция. Нам так не снилось. Криптоинвестор, который инвестировал 8000 долларов в мемную криптовалюту в Shiba Inu на старте ее продаж, сейчас может продать все свои монеты за 5 лярдов. Это чудный новый мир, где купив какую-нибудь хрень, можно стать миллиардером. Конечно, инвестор мог и потерять все свои 8К, но 5 лярдов. Если вам нужны оригинальные ключи на Windows 10 и 11 Pro с недорогой ценой, откройте ссылку в описании этого видео. Теперь можно активировать Windows в пару кликов и навсегда забыть о любых проблемах с активацией. Ключи вечные, работают в любых странах и на любых языках. Узнать подробную информацию можно, если открыть полное описание. Если есть сомнения, можете проверить более тысячи отзывов в комментариях. Facebook, точнее, теперь уже мета-тизернули свои новые очки для мета-вселенной. Вселенная внутри виртуальной реальности от Facebook, которая называется Project Cambria. Facebookу нужно больше удержания аудитории, напяльте очки, сидите дома и живите в новой мета-вселенной Facebook. Будущее совсем рядом. Хотели бы вы использовать виртуальную реальность для работы, учебы, общения? Давайте даже проведем опрос на вкладке «Сообщество». Переходите, оставляйте свой голос, ну или просто смотрите результаты. Оказалось, что функция Magic Eraser, очистка фотографий от ненужных деталей на смартфонах, сможет работать не только на смартфонах Pixel от Google с процессором Tensor. Как сообщает сам Google, Google Photos 5.24 именно для пикселей позволит использовать эту функцию на любых смартфонах, а скорость обработки будет зависеть от мощности самого смартфона. В общем, ждем кастомный АПК по типу Google камеры. Игр на ПК от Sony будет больше. Недавно Sony создала новый издательский лейбл под ПК-игры. В последнее время Sony уже выпускала консольные релизы на ПК. Horizon Zero, Days Gone, скоро выйдет лучшая игра всех времен и народов God of War. Ждем выхода Last of Us, Uncharted, Bloodborne и других вкусняшек. Представлены смартфоны линейки Redmi Note 11 от Xiaomi. Note 11 Pro и Note 11 Pro Plus получат 6,6-7-дюймовые экраны. Естественно, AMOLED с разрешением Full HD+, с частотой 120 Гц. Чип MediaTek Demency 920, который работает 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти. Емкость накопителя составляет 128 или 256 гигабайт. Камеры на Pro-версиях идентичны и совмещают 108-мегапиксельный, 8-мегапиксельный и 2-мегапиксельный датчики. В качестве селфи-камеры используется 16-мегапиксельный сенсор. Pro Plus версия имеет батарею на 4500 мАч и зарядкой на 120 Вт. Обычный Pro имеет большую батарею на 5160 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки. Обычный нотик с чипом MediaTek Demency 810 в тандеме с 4,6-8 гигабайтами ОЗУ, емкостью 128 или 256 гигабайтами. Камеры попроще на 58,2 мегапикселя. Дисплей IPS на 6,6 дюйма с разрешением Full HD+, и частотой 90 Гц. Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки. Разброс цен от 187 баксов до 360 за самую топовую версию. Отличные народные смартфоны по приемленным ценам с приятными характеристиками. Думаю, они зайдут многим. Ну а Apple рассказала, как можно убрать челку на MacBook Pro. Сделали челку, чтобы потом рассказывать, как ее убирать. Apple такая Apple. Оказалось, что нужно просто изменить масштабирование. Поле обзора уменьшится, а челка спрячется в черной неактивной области. Вот это да, вот это супертехнологии. Microsoft Surface Duo 2 стал самым производительным смартфоном по версии бенчмарка Geekbench. Мелкомягкие все же умеют оптимизировать свои гаджеты, а вот с виндой под миллионы разных устройств у них проблемы. Но это, конечно, понятно. Компания Google сообщила о том, что оплатила все штрафы RKN в 30 миллионов рублей. Кстати, Google зарабатывает столько за 10 минут. А также, что Google соблюдает российские законы и намерен их соблюдать. Но, несмотря на это, Роскомнадзор обвинил Google в повторном неудалении запрещенного контента. Теперь ей грозит штраф до 10% годового оборота. А это просто космические суммы. В Телеграме появится реклама, но Паша Дуров всех заверил, что она не будет навязчивой. Появится она только на больших каналах, где владельцы сами частенько выкладывают свои рекламные предложения. 20 октября правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года. И будет действовать 6 лет. Уже выдвигаются догадки, что в России могут быть заблокированы все зарубежные сервисы для обмена сообщениями, которые откажутся принимать новые правила. Мессенджеры должны будут подключаться к базам данных мобильных провайдеров для идентификации пользователя. Если не будут совпадать данные, которые ввел пользователь, и паспортные данные, которые есть у провайдера, мессенджер должен будет заблокировать такого пользователя. Пора начинать следить за базаром в интернете, господа. А использовать иностранные процессоры в российской электронике запретят уже с января 2022 года. Новые компьютеры для госучреждений нужно будет закупать только с русской электроникой. Идея, конечно, хорошая, но посмотрим на исполнение. Роскомнадзор хочет запретить использование ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах, причем во всех. Хорошо, что остались свободные кинотеатры, где можно посмотреть фильм с интересным переводом и крепким словцом. Конечно, если бы инициатива была направлена на устранение матов в фильмах, которые смотрят дети, вопросов не было. Как будто любой взрослый в нашем мире не матерился, и нам не нужно больше знать о всякой, блядь, там ненормативной лексике. Это были самые интересные новости IT за последнюю неделю, а мы вместе с вами увидимся в следующем видео. Ну а тем, кто почему-то досмотрел до этого момента, в воскресенье, я думаю, где-то в обед на стриме будем обсуждать развитие канала, будем набирать новых людей в мою команду. В общем, много чего интересного для тех, кто постоянный зритель моего канала и тех, кто досматривает вот такие вот видео до конца. Всем пока!